Представляете, какая была радость у Ноя и даже, я думаю, у тех зверей, которые потом вышли из этого ковчега на землю, да, разбежались. Мы не будем разбегаться, мы должны всегда оставаться дома, да. Значит, как говорила пастор Ирена, она просила подготовить такую тему, это то, что интересует сегодня многих, и есть разногласия, ну, среди даже христиан, ну, мы ездим много, и одни говорят, это можно, это не грех, а другие говорят, я понимаю, что это нельзя, но не могу, ну, как бы, я не вижу там конкретных в Библии запретов. Можно пить или нельзя, можно курить или нельзя, можно там играть в азартные игры, нельзя. Я вам скажу честно, что конкретного запрета, конкретного запрета в Библии вообще нету, на какие-то вещи. Если бы был конкретный запрет, то значит, у человека не было бы права выбора. А так как идет духовная война между Богом и дьяволом, то у них равные условия. То есть, Бог своей силой и могуществом, ну, разве он не мог бы человека просто взять и покорить себе? Мог бы. Ну, а тогда восстал бы другой, сказал бы, подожди на, человек слаб против тебя, что ты можешь, ну, что он может сделать? Так несправедливо. Вот. И поэтому у человека есть право выбора. Даже Адам, он имел право выбора, да. Если бы Бог сказал, что я запрещаю, запрещаю, то, естественно, он бы сделал бы так, что Адам не добрался бы до дерева познания добра и блага. Если посмотреть, даже 10 заповедей, да, написано, что не убивай, не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и мари, не произнеси ложного свидетельства. То есть, там не написано, я запрещаю тебе, я запрещаю тебе. Но, Бог, он, говорит так, чтобы человек сделал вывод и поклонился Творцу. Да, все позволительно, но не все полезно, это точно. И, смотрите, вот, написано, что, и изрек Бог все слова сили, говоря, я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Вот. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. То есть, я есть Господь, и там в мире ничто. Но люди попридумывали множество богов. И они стараются сказать, что, ну, человека встречаешь и говоришь, что доверяешь свою жизнь Господу. Он говорит, почему я должен доверять кому-то свою жизнь? Я сам начальник своей жизни. Но если ты не доверяешь жизнь свою Господу, если ты ему не служишь, то писание говорит, что ты будешь служить кому-нибудь другому. И есть боги, которые люди придумали. Там бог плодородия, бог земледелия, бог солнца, бог моря, там Зевс, бог войны, Марса, жрица там любви, там бог любви, там Амуры и Артемиды, все остальные. И есть даже такой бог, бог виноделия. Его имя, ему дали имя Бахус. Я вам хочу сказать, что в моей жизни была такая история. Сейчас я ее вспомнил, тогда это было смешно, и мы даже этим гордились. У нас был на стройке, я в последнее время работал на Маликово, мы там этот микрорайон строили. И у нас там был наш начальник, Владимир Александрович, и его фамилия была Бахур. И он говорил, вы знаете, кто мой дед? Бахус. А у меня славянская производная Бахур. Вот такая была шутка. И он действительно, для него нормальное состояние было, это блестящие глаза и красное лицо. С самого утра. Такое впечатление, что он вообще никогда не выходил из этого состояния. Ну и естественно, он всегда нам давал поощрение. Вот мы работаем, у нас такая была бригада, называли нас бригада УХ. Работает до двух. До двух работаем, после двух мы, короче, уничтожаем все, что мы заработали. И так шутили. О, говорит, вот это идет Бахур. Это внук Бахуса, а это его дети, бухари. Да. И, знаете, это как-то, знаете, так, ну... Возвеличило. Да, возвеличило. Мы же такие... Потомки. Да, последователи, понимаете. А Бог говорит, не хотите вслед иных богов, не поклоняйтесь видовым. Ни молоку, не проводите детей через огонь, ни другим богам. Потому что дьявола, он возвращает. Он говорит, да ты сам себе хозяин. Ну какой ты можешь уже быть себе хозяин, если ты отвернулся от Бога. И мы поговорим об этом сейчас более конкретно. Я иногда этим много рассчитал, искал много материалов, понаходил. Знаете, меня всегда, когда я, я еще в 90-х годах начал вот эту Библию читать. И я залезал во второзаконие, посмотреть там, что грех, что не грех. Но меня больше интересовало там, вот пить грех или не грех, знаете. Вот у нас есть такие, значит, осуждение греха пьянства встречается на протяжении всей Библии. Иисус сказал, смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отяготились объедением и пьянством, и заботами житейскими. И так, бодрствуйте во всякое время и молитесь. Это написано в Луке, Луке 21 глава, 34, 35 и 36 стих. То есть, смотрите, когда человек выпивает, выпивает он много или мало, о Боге он уже не будет думать и говорить. Я даже пытался говорить с людьми, которые слегка выпившие, и когда ты начинаешь с ним говорить, заводишь разговор, он тебя поддерживает. Но когда начинаешь говорить о Боге, то тот, кто внутри него, он ему не дает этого сделать. И он говорит, слушайте, давайте не сейчас. Я сегодня выпил, и говорить о Боге я не могу. Я не могу о Боге говорить. Ты не можешь не потому, что ты выпил, а потому, что ты отдал сердце другому. Мы ехали с Иреной, есть у нас в Житомире такой старый-старый, еще со времен савдековских накрошенных бар. Его когда-то неофициально называли Баба Ира. И сегодня он так и называется. И мы едем, и я говорю, Ирена, смотри, если бы я был неверующий, я бы эту вывеску прочитал бы так. Там написано «Я», «Сердце» и «Пиво». Я бы прочитал бы «Я люблю пиво». Но так как я верующий, то Дух показывает другое. Я отдал сердце свое пиву, то есть Бога там уже нет. Сколько ты там не выпил, это не имеет значения. И написано, что апостол Павел писал. «Итак, отвернем дела тьмы и обличемся в оружие света. Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни опированиям и пьянству, ни сладострастью и распустству, ни ссорам и зависти». Это у нас римлянам 13 глава и 13 стих. Такое хорошее сочетание цифр. 13 глава и 13 стих. То есть мы знаем, что сколько бы ты не выпил, я знаю, что у меня папа. Папа – это у меня такой яркий пример. Он уже раз, я не знаю, сколько молился, молитвое исповедание. Слава Богу, я знаю, что Бог делает свою работу. Но моя мама. «Коля, если ты будешь, буду, пришел, сел, смотрит, нету 50 грамм. Поковырял, кинул. Все, я не хочу. И начинается сразу же там, ну, что ты мне даешь, там, я не буду, я уже наелся. Вот, хорошо. 50 грамм он выпил, поел, все, он довольный. Прошло 5 минут, дай сигарету. Но ему нельзя курить, потому что у него проблема с легкими, серьезно. Не знаю, как, это такая божья милость, что он живет. Там легких, ну, столько. И все, и все. И если она говорит, не дам тебе я сигарету, потому что оно тебе не надо. Вот. Все, тут начинается, там, вспоминаются какие-то обиды, то есть вот приходит этот гнев, там, непрощение, все остальное, это все, оно вылазит. Вот. Ну, нет мира божьего, там. То есть, ну, кажется, что такое, да? Мелочь какая. Да это не мелочь, это серьезные проблемы, потому что ничем. Человек, увлекающийся там вином, даже в малых количествах, или сигаретой, он ничем не отличается от наркомана. Тем более, что наркоман еще легче излечить, чем алкоголика. Да. Вот. Потому что наркоман понимает, куда он попал. Если он не получит следующую дозу, то он знает, что он умрет. Но алкоголик знает, что он там может переболеть, выпить нашатырного спирта или еще чего-то. И он этого не признает. А если человек не признает, Бог не может его от этого избавить. Потому что я-то на себе пережил, что мне вот жена всегда говорила, «Да ты, ну ты ж пьяница». «Какой я пьяница?» «Лишь домой прихожу сам, в своими нарами». «Какой я пьяница?» «Я говорю, алкоголик». «Какая разница между этим?» «Ну, разница в том, что пьяница хочет пьет, и не хочет тоже пьет. А алкоголик хочет пьет, а хочет не пьет». «Вот я такой правильный». Но это все было самообман. И это все длилось до того момента, пока уже... Внутри что-то не проговорило, что «Да, я не могу с этим справиться, потому что я безнадежно больной человеком». И многие говорят, что по чуть-чуть это как бы не вредит. «Вот мой дед пил, там курил, прожил 90 лет». «Ну хорошо, не пил бы, не курил бы, прошел бы и 100 лет». «Да, как брат у нас в Одессе говорит, могу тебе сказать хорошую новость. Рано или поздно мы все умрем». А люди говорят, «Да, какая разница, все равно умрем. Значит, будем пить, веселиться, либо завтра умрем». Так что, ну, человек избирает, и знаете, написано, что все, что не поверит, то грех. Иногда человек, когда выпивает или закуривает, у него внутри такая, знаете, не свобода. Человек начинает задумываться об этом, особенно на следующий день, когда он не помнит, что было вчера, он думает, что все это видели, и все его осуждали. То есть, то, что не поверит, то все грех. И вот даже в послании к Галатам, также Павел писал, что он утверждал, что пьяницы старцы Божьи не наследуют. И может любой человек сказать, что я не пьяница, я так, ну, ну, чуть-чуть там, чуть-чуть. Ну, вот смотрите, как мы умеем делить. Чтобы оправдаться человеку, ему много не надо. Как мы умеем делить? Я выпил 50 грамм, я выпил 100 грамм. Я не пьяница. А пьяница тот, который лежит вот там. Но когда человек курит, когда курит, а это курец, мы говорим, курит он 2 сигареты в день, курит он 2 пачки в день, не интересует никого, он курец. Потому что это не касается меня. Человек украл раз, он вор. Ему не надо 2 раза воровать. А когда ты выпиваешь, так я же чуть-чуть, ну так, для поднятия духа. А что для поднятия духа надо? Молись, и поднимется твой дух. Ну и, ну, как бы, не старается говорить там, а вот Писание говорит там, у Тимофея и Павла написал, что впредь пение не одну воду, но и вино ради многих своих недугов. А я пью ради многих недугов. Тогда, когда мы приходим в церковь, и мы говорим, что ранами Иисуса мы исцелены, и кто хочет получить исцеление, выходите, помолимся. Так, ну, и сюда мы выходим, и туда мы выходим. То есть человек, получается, он сам себя обманывает. Я выпил пиво. Почему? Жарко было. Ну вот надо просто. Ну это угождение плоти. Ведь оно буквально на пару минут. Воды нужно. Я говорю, воды это, от воды ты захочешь пить. Мне сказали, хороший рецепт. И мы это используем дома. Почему эти казахи, узбеки, все остальные сидят там в пустыне и пьют зеленый чай? Потому что от зеленого чая, оказывается, сухаются сосуды. И человеку не так жарко, он не так потеет, и ему не так хочется пить. И мы этот чай завариваем, потом мы бросаем туда, может, чуть-чуть меда или кислоты лимона, Татьяна любит кислоту лимона, и ставим его в холодильник. И все. И после него не хочется так сильно пить. То есть, есть то, что мы можем использовать для того, чтобы утолить жажду. Но мы ищем пути, чтобы нам принять то, чего нам хочется. Значит, проблема в том, что пьяницы, значит, они не считают себя таковыми, оскорбляясь, когда им говорят,